Добрый день, дамы и господа! Сегодня в Одесском кризисном медиа-центре брифинг начальника отдела по делам инвалидов, ветеранов войны и труда Департамента социальной политики Одесской обл. госадминистрации Татьяна Дементьева с темой «Социальная защита инвалидов в Одесской области». В Одесской области на учете в органах социальной защиты на сегодняшний день состоит около 138 тысяч инвалидов. Из них 7,6 тысяч детей инвалидов. Все инвалиды, все категории инвалидов имеют право на обеспечение согласно действующего законодательства, на обеспечение теми или иными платами, в том числе и санаторно-курортным лечением, это и обеспечение техническими и другими средствами реабилитации, это обеспечение автомобилем, получение реабилитационных услуг в центрах и отделениях реабилитации. На сегодняшний день за счет государственного бюджета 491 инвалид обеспечен санаторно-курортным лечением. Это составляет около 6,9% от общей потребности в обеспечении путевками. Из этих путевок получило 158 инвалидов войны лечения, 333 инвалида общего заболевания из детства, в том числе и 19 инвалидов спинального профиля заболевания. Также инвалиды, я уже говорила, имеют право на обеспечение техническими и другими средствами реабилитации. На учете в органах социальной защиты населения состоит всего 27 666 инвалидов и других категорий населения. Но в поточном году потребность в обеспечении составляет в людях 656 человек, необходимо обеспечить 26 70 90 техническими средствами реабилитации. Из них составляет 3300 – это технические средства реабилитации, что включает инвалидные коляски, трости, костыли, ходунки и другие средства. И 23 490 – это протезно-ортопедические средства реабилитации. Органами социальной защиты в этом году обеспечено 6431 человек, выданы направления на изготовление средств реабилитации. Их количество составляет 23 934. На 1 11 средствами реабилитации обеспечено уже 5 890 человек. И изготовлено 21 708 технических и других средств реабилитации. Кроме того, в департаменте на сегодняшний день на учете состоит для обеспечения автомобилями 3315 инвалидов. Из них 252 инвалида именно Великой Отечественной войны, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях в период Великой Отечественной. 436 инвалидов – это те, которые вне очереди стоят. Это инвалиды с медпоказаниями, инвалиды чернобыльцы. Это инвалиды, приравненные к инвалидам войны. И на общих условиях на учете состоит 2650 инвалидов, в число которых входят инвалиды общего заболевания, инвалиды чернобыльцы без медпоказаний и дети-инвалиды, инвалиды с детства. Поскольку в поточном году из государственного бюджета не выделялись автомобили ни для одной области по Украине, в том числе и для Одесской, то в этом году инвалиды обеспечивались автомобилями, которые были уже в использовании. Таким образом, инвалидов Великой Отечественной войны обеспечены пятью автомобилями, вне очередников шесть автомобилей получили, и инвалиды, которые состоят на общих условиях получения транспорта, четыре автомобиля получили. Помимо этого, инвалиды, как и другие слои населения, имеют право на получение материальной помощи за счет областного бюджета, за счет государственного бюджета, за счет районных бюджетов. За счет областного бюджета в этом году адресную целевую помощь получили 650 жителей области, в том числе инвалидов, 353 ветерана войны, в том числе и инвалидов Великой Отечественной войны. Помимо этого, материальная помощь выдается также на оздоровление для инвалидов-чернобыльцев и для ветеранов войны. В количество ветеранов войны также входят инвалиды Великой Отечественной войны. Таким образом, на инвалидов-чернобыльцев обеспечено 200 человек путевками в санаторно-курортные учреждения Одесской области. Это санаторий имени Горького, санаторий Лермонтовский, Куяльник. Также ветеранов войны получило 318 человек, в том числе и инвалидов войны, я уже говорила, на общую сумму где-то 1,2 млн. Помимо этого, координационным советом было рассмотрено 790 дел об оказании материальной помощи малообеспеченным гражданам. Пенсионного возраста, ветеранам труда, ветеранам войны, многодетным семьям, в число которых входят также инвалиды. И материальную помощь получило 744 человека на общую сумму 596,4 тысячи гривен. В среднем, каждый из них получил около 800 гривен на руки. Помимо этого, между областной государственной администрацией, облсоветом и общественной организацией ветеранов областной заключен меморандум. Согласно этого меморандума, инвалиды войны, которые воевали на территории других государств, и также инвалиды первой, второй, третьей группы из числа, инвалиды первой группы общего заболевания из числа воинов-интернационалистов имеют право на получение материальной помощи, стипендий. Эта стипендия в сумме на каждого человека около 300 гривен составляет. В этом году уже получило 673 человека такую стипендию. Помимо этого, 100 малообеспеченных семей, которые воспитывают детей с умственной отсталостью, также получают ежеквартальную адресную материальную помощь по 500 гривен на этот период, на сегодняшний день. Такой помощи получили на общую сумму 150 тысяч. Помимо этого, я уже говорила, инвалиды имеют право на получение реабилитационных послах в центрах и отделениях реабилитации. У нас в Одесской области 5 реабилитационных установок, где имеют право получать реабилитацию инвалиды и дети-инвалиды. Из них два отделения реабилитационных, которые оказывают услуги социальной реабилитации. Эти отделения находятся при детских домах-интернатах. Это Одесский детский дом-интернат, там отделение Росток, и Белгороднестовский детский дом-интернат, в котором отделение реабилитации называется Джерельце. Помимо этого, центр социальной реабилитации есть в городе Южном, центр социальной реабилитации для детей-инвалидов, областной центр профессиональной реабилитации Хаджибей, и центр реабилитации лиц с психофизическим развитием, это на Гайдаров в городе Одессе. Такими учреждениями, этими учреждениями за 9 месяцев таких реабилитационных услуг получило 609 инвалидов, в том числе 333 ребенка-инвалидов. На сегодняшний день, согласно государственной целевой программе «Национальный план действий по реализации конверции о правах инвалидов», в сентябре 2013 года были открыты отделения дневного пребывания детей-инвалидов в Одесском детском доме-интернате на 25 койко-мест и в Белгороднестровском доме-интернате тоже на 25 койко-мест, в которых в 2014 году на протяжении дня находится под 30 детей-инвалидов. Дети обеспечены пятиразовым питанием и получают также различные виды реабилитационных услуг. Также сейчас находится на стадии решения вопрос о открытии при Одесском доме-интернате отделения поддержанного проживания с выделением работы для шести подопечных молодежного отделения дома-интерната. У меня такой вопрос по поводу пособий. Насколько в сегодняшний день есть ли или нет проблем от задержек, выплачиваются ли вовремя и какие есть виды на сегодняшний день помощи? В общем, все ли выплачиваются оперативно? Нет ли проблем с банками, с задержками? С банками на сегодняшний день проблем нет. Во всяком случае, все помощи начисляются вовремя. Все помощи получаются вовремя. И помощи – это государственная социальная помощь инвалидам и детям-инвалидам, по уходу за детьми-инвалидами и так далее. Можно в продолжение вопроса? Планируются ли какие-то твои сокращения в бюджете и выделения на инвалидов? На 2015? Ну да. Пока этот вопрос еще не решен. Ничего пока не планируется. Скажите, а Вы занимаетесь уже темой инвалидов, людей, которые предварительно надо как-то рассматривать? Конечно. У нас по средствам реабилитации, согласно постановлению Кабинета Министров 321 с изменениями 2014 года, все переселенцы, которые имеют группу инвалидности, пострадавшие в зоне АТО, имеют право на обеспечение средствами реабилитации. Помимо этого, они получают компенсацию, они становятся на учет по фактическому месту проживания, в районы управления соцзащиты обращаются, получают регистрационные справки установленного образца, обращаются в утвержденном Министерством социальной политики и получают компенсацию на проживание. Единственное, что могу сказать по пострадавшим и по переселенцам, не решен пока вопрос о санаторно-курортном лечении, потому что там четкое постановление предусмотрено получение путевок по месту регистрации. И нету пока решения вопроса по поводу обеспечения автомобилем, потому что та же самая проблема по месту регистрации, они становятся на учет и там же получают автомобили. А есть какие-то у вас статистические данные, сколько этих людей уже у вас поступило, обратилось в помощь? Точно не могу сказать. Было 12 900, а сколько помощи, это не мой отдел занимается, я, к сожалению, не могу такую информацию точно дать. А по АТО нет этих цифр? Пострадавших или пересидившихся? Пострадавших. Пострадавших нет. Эти цифры мы не собираем. У нас единственное, что по средствам реабилитации нам Державная служба по делам ветеранов, они давали нам органам соцзащиты поручения, чтобы обследовали пострадавших те, которые находятся в госпиталях и определились с вопросом дать потребность в обеспечении средствами реабилитации. Там всего 120 раненых, на которых нам данные дали, это 120 раненых. На сегодняшний день они все проходят лечение и пока вопрос о протезировании в каком-либо не решается. То есть это еще в будущем будет рассмотрено, потому что на сегодняшний день оно им не то, что не положено, оно им реально наградит. Скажите, пожалуйста, как вы развиваетесь с инвалидами, может быть, вы расскажете какую-нибудь, кому с какими проблемами сталкиваются люди, какие, может быть, острые проблемы, какие-то истории, которые вам помогли, или какой-то семье, может быть, что-то, какие-то истории. Мы конкретно отдельные семьи не выбираем, мы помогаем всем. Поэтому конкретные случаи, кому конкретно и как-то помогли в определенном каком-то вопросе. Каждый инвалид обращается либо с нескольким, либо с одним каким-то интересующим вопросом. Конечно, есть вопросы обеспечения медикаментами льготными, но этот вопрос соцзащиты как бы не касается, с одной стороны, потому что медикаменты не относятся к компетенции органов соцзащиты. Но при этом я знаю точно, что не дается финансирование, поэтому люди жалуются очень часто на то, что они получают медикаменты необходимые. Может, какая-то личная история, которая у вас тронет, вам обращаются люди в повседневной? Повседневно их очень много обращаются. Если я начну рассказывать историю, то она долго... Нет, я так не могу. Спасибо.